всем привет сегодня я хочу поздравить вас всех поздравить с разным событием а именно с тем что замечательный парень олег каврига в москве выпустил удивительную пластинку видную пластинку которая называется рейган провокатор вот она видно хорошо что это такое ну большинство уже наверное знают что это такое эта группа автоматические удовлетворители и андрей свин панов собственной персоной прекрасное виниловое издание тут очень много интересного во первых записано во вторых написано рейган провокатор я быстренько показываю прекрасные фотографии с концертов разнообразных и сейчас немножко расскажу про эту историю все показывать не буду потому что там их много ну вот например андрюша вместе с майком и с мамой или петровной пановой вот еще фотографии тут можно тут большая такая книжечка хорошая вот нет вот цветную покажу одну так что на нашим сегодня праздник пластинка состоит из двух частей из двух сторон одна сторона называется рейган провокатор вторая называется надристать скобках эстрадной мелодии две части хотя это не двойник это одинарный альбом просто доставляется еще вот эта книжечка андрей панов у меня столько связано воспоминаний с андреем пановом что в одном ролике их не озвучить все это удивительный был человек удивительно потрясающе и таких больше нет хотя каждый человек уникален каждая личность уникальна но андрей панов он сделал что он сделал он жил и он своей жизнью создал создал просто создал я не знаю даже как сказать современную русскую музыку эстрадную если можно так говорить мы уже с вами на эстраде все это то что вот то что возвышается от сцены это эстрада как современную популярную музыку отчасти отчасти одно из направлений этой популярной музыки и перевернул мозги очень многим замечательным ребятам в том числе виктору робертовичу сою и если бы не андрюша не знаю как бы вообще сложилась музыкальная жизнь вити потому что все началось в квартире андрея панова это было прекрасное место замечательная мама лея петровна которая пускала нас всех в эту квартиру и мы там прекрасно проводили время играли на гитарах пели песни слушали музыку выходили на лестницу покурить потому что дома это было нельзя делать выпивали ну а что такого ну выпивали мы все были совершеннолетние уже тогда андрей один из самых интеллигентных самых тонких самых чутких самых вежливых и воспитанных людей из всех которых я знал но если говорить о том времени наверное то что сейчас уже появилось очень много знакомых все таки мне модель это достаточно и происходит новые знакомства новые связи возникают но на тот момент времени это конечно был уником в смысле и в смысле образования хотя учился он не очень хорошо в школе а в детский сад и вовсе не ходил но он впитывал в себя все что происходит вокруг он достаточно много читал он достаточно много знал он знал прекрасно современную музыку и мы к нему приходили раскрыв рты смотрели на пластинки которые у него дома лежали у него я впервые услышал группу chicago например от которой андрей с ума сходил он обожал эту музыку первый альбом chicago у него был канзас мы там слушали все там был там очень много было всего у него ну и секс pistols впервые пластинка появилась у андрея панова дома и когда андрюша послушал он сказал что какой кайф как удивительно в англии наконец-то появились такие же идиоты как и мы эту фразу я уже в книжке даже в одной из книжек процитировал самого себя точнее процитил процитировал андрея и андрюша недолго думая собрал группу музыкальную панк панк группа настоящим первая настоящая панк группа россии ну тогда это называлось ссср и никто в общем я уже писал про это кстати грешу никто в общем никакие менты никто там особенно нас не третировал потому что мы были не похожи на хиппи хиппи тогда разгоняли милиционера тоже это не соответствовало вид хиппи не соответствовало образу советского человека а мы ходили как абы как абы в чем и мы были сын непонятными людьми для милиционеров потом стали понятными уже потом стали уже так сказать бороться в этом смысле ну с андреем то боролись изначале андрей очень много хлебнул от милиции от кгб от всего этого потому что папа у него эмигрировал папа у него солист балета был танцевал мариинском театре мама у него тоже солист балета там все хорошо но поскольку папа уехал то кгб стала конечно там вовсю свирепствовать в направлении андрея ну и песни которые он пел тоже кгб не нравились поэтому проблему андрюша возникали неоднократно причем в отличие от разных московских героев которые один пострадал другой пострадал но они пострадали в основном за продажу билетов на собственные концерты то есть пострадали из-за наживы андрюша страдал по идеологическим соображениям но тем не менее ему было настолько как вот здесь написано надрестать на это все что он продолжал заниматься своей музыкой и это удивительная штука олег каврига который занимается изданием его песен он утверждает что андрюша был первым и главным петрушкой советского союза то есть с комарохом никаким не панком я утверждаю что он был настоящим панком и он для меня в один ряд встает встает с джонни ротан эти люди они хотя они совершенно разные они очень похожи друг на друга я с ротаном общался мне повезло как-то мы катались по небе на кораблике вместе с большой компании прекрасных ленинградских музыкантов там с группой бригадный подряд и много там еще кого было игорь панкер гудков антон свой одесский писатель мы все там с джонни ротаном после его концерта в юбилейном катались и он похож на андрея своим чувством юмора необычайным своей своей интеллигентностью как это неудивительно звучит своей тонкостью своим восприятием жизни и и своим пением андрюша замечательно пел него был прекрасный голос когда он поступал в театральный институт он спел ой мороз мороз его сразу приняли уж у него действительно очень хороший голос идеальный слух он поет просто когда надо будьте нате и я могу сказать что на сегодняшний день вот я много чего слушал нам много чего анализировал обдумывал и если говорить о русских группах под условным названием рок то я могу выделить три группы для себя которые являются абсолютно самодостаточными ничего ни с кого не сдирают сейчас ко мне прицепиться в комментариях там я знаю даже знаю прошу про по поводу чего но эти группы совершенно самостоятельны и играли играют и играли настоящую свою собственную рок-музыку эта группа автоматического удовлетворители номер 1 эта группа кино номер 2 эта группа гражданская оборона которую я не люблю между прочим я не люблю гражданскую оборону она мне не нравится но я продолжаю считать что это одна из трех главных рок-групп советского союза и россии именно за счет своего собственного оригинального настоящего глубокого творчества которое прет не оглядываясь ни на что не на какие цензурные ограничения не на какие политические веяния не на какие там советы бюрократов от музыки что надо сделать так вот чтобы было вот так чтобы это продавалось покупалось хорошо с группой кино там можно поспорить до поздний период их творчества по поводу коммерческого звучания но тем не менее песни то все равно оставались песнями такими как видите писал самого начала и до самого конца они были настоящие все что касается андрея рейден провокатор ну можно много говорить долго первая сторона записано в шушарах на рок-фестивале рок-клуба в 1988 году и записано живьем практически титя играет на бас-гитаре жени титов валера морозов на барабанах дмитрий ослик на гитаре известный человек да и андрюша панов поет поет он здесь не бог весь как но от довольно отчаянно несмотря на то что я уже говорил что у него прекрасный слух и отличный голос а вот вторая сторона которая записана у вишни с прекрасной песни утренничек с песней еще более интересной икра с песни потрясающие мухи с великолепным хитом под названием я хочу быть клопом песня надристать номер пять это песня который написал майк и решил продать андрею за две бутылки сухого вина но андрей сказал что не 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 никаких сухое вино мы выпьем и так они еще покупать я у тебя не буду и майк сказал да ладно пой тогда как хочешь и майк записал эту песню на альбоме 55 она называется песня для свина без слова надристать а свин исполнил оригинальную версию ту же самая песня для свина только надристать шедевр названием дурак песня змей и песня шуточки которые я очень люблю и даже вместе с андреем однажды играл на концерте в составе а у это запись 83 года есть первая сторона 88 год но мне больше нравится кстати вот это потрясающая пластинка это моя золотая коллекция но что касается музыки непосредственно мне больше импонирует альбом под названием претензии не принимаются на компакт-диск и он у меня к сожалению не на виниле такой здесь очень хорошее звучание записано в 1995 году в москве под патронажем олега кавриги в студии мизантроп и здесь очень хорошая игра просто андрей чернов играет на гитаре на барабанах но мне темно здесь мне просят мелкий шрифт очень я не помню здесь удивительное исполнение андрюша поет просто да вот здесь вот части надристать вокал прекрасен просто прекрасен если бы не бешеная реверберация которую иногда вводил в вишню ну она там чуть-чуть дискретно сделано а вот это вот претензии не принимается тут просто полный кайф в плане музыки в плане настоящего панк-рока и кто те кто будут говорить что в россии нет панк-рок я читал же в комментариях где-то там будьте нате группа автоматические удовлетворители это настоящий тысяча процентный панк-рок и если бы андрюша так рано не покинул этот мир то состав который назывался оркестр ау уже в последние годы его жизни который играл на стадионе на стадионах не повезет этого слова оркестр ау это была бы лучшая группа россии наверное даже в понимании не только моему богом да а в понимании масс потому что группа ленинград например это бледная копия с оркестра ау просто группа ленинград это коммерческая коммерческая такая штука абсолютно тысячи процентов коммерческая при всем моем уважении кстати говоря к шнуру образованному умному понимающему человеку но это совершенно нормальный коммерческий ход умного человека оркестр ау во-первых интерес не по песням да простят меня все любители группы ленинград во вторых личность андрея она настолько мощно настолько великолепно настолько харизматично что это сплошное удовольствие было и высококачественное исполнение музыкальное музыкантов оркестр ау это просто я когда смотрел запись концерта на стадионе я просто меня вынес лишь андрюша просто взлетел куда-то потому что был настоящий то что он был настоящий ему было надрестать на все вот это вот все это вот шоу-бизнес вот это все вот это вот мелкая пошлая музычка мелкие пошлые люди мелкая пошлая суета жизнь какая-то гнилая совершенно непонятно для чего все это делается для чего зачем зачем эти все все стремления стать похожими на кого-то на кой черт это нужно когда есть уже кто-то а это свое это свое это настоящая безумно люблю андрея безумно люблю его песни и счастлив тем что был вместе с ним в какой-то период своей жизни пошел пить пока